Псалом 67. Начальник ухора. Псалом Давида. Песень. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так, нечестивые, да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему, Господь, и радуйтесь перед лицом Его, отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких водит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда ты выходил перед народом твоим, когда ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, этот Синай, от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его. Народ твой обитал там. По благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари-воинс бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синай его святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснела в своих беззакониях. Господь сказал, от вас сана возвращу, выведи из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы, твой язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин, младший князь их, князя Иудины, владыки их, князя Завулоновы, князя Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо валов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браний. Придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки своих Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот, он дает глаз своему, глаз силы. Воздайте славу Богу, величие его над Израилем и могущество его на облаках. Страшен ты Божьего святилища твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальник ухора. На Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Боже, Израилев. Ибо ради тебя несу я поношение и бесчестьем покрывает лицо мое. С чужим встал я для братьев моих, И посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, И злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, пастясь душой моею, И это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, И делаю для них притчей, А мне толкуют сидящие у ворот, И поют в песнях пьющее вино. А я с молитвой моею к тебе, Господи, Во время благоугодное Божие, По великой благости Твоей, Услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, Чтобы не погрязнуть мне, Да избавлюсь от ненавидящих меня И от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, Да не поглотит меня пучина, Да не затворит надо мной Пропость зева своего. Услышь меня, Господи, Ибо блага милость Твоя, По множеству щедрот Твоих Призри на меня. Не скрывай лица Твоего, Отрабатывай его, Ибо я скорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, Избави ее, Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь, поношение мое, Стыд мой и посрамление мое, Враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, И я из немог. Ждал сострадания, но нет его, Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, И в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, И мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, Чтобы им не видеть, И чресло их расслабь навсегда. И излей на них ярость Твою, И пламень гнева Твоего, Да обымет их. Жилище их да будет пусто, И в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, Они еще преследуют, И страдания уязвленных Тобой умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, И да не войдут они в правду Твою. Да изгладятся они из книги живых, И с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Божия, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, Буду превозносить его в словословии, И будет это благоугодней Господу, Нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увеет это страждущие и возрадуется. И оживет сердце ваше, ищащее Бога, Ибо Господь внемлет нищим, И не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, Моря и все движущиеся в них, Ибо спасет Бог Сион, Создаст города Иудины, И поселятся там и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, И любящие имя его будут поселяться на нем. Псалом 69 Начальник у хора, Псалом Давида Воспоминания Поспеши, Боже, избавить меня, Поспеши, Господи, на помощь мне, Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, Да будут обращены назад и преданы по смеянию, Желающие мне зла, Да будут обращены назад за поношение меня, Говорящие мне, хорошо, хорошо, Да возрадуются и возвеселятся о тебе, Все ищущие тебя и любящие спасение твое, Да говорят непрестанно, Велик Бог, я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли, Псалом 70-е, На тебя, Господи, уповай, да не постыжусь вовек, По правде твоей избавь меня и освободи меня, Преклони ухо твое ко мне и спаси меня, Будь мне твердым прибежищем, Куда я всегда мог бы укрываться, Ты заповедовал спасти меня, Ибо тверды не моя и крепость моя, Ты, Боже мой, Избавь меня из руки нечестивого, Из руки беззаконника и притеснителя, Ибо Ты, надежда моя, Господи, Боже, Упование мое от юности моей, На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня чревом матери моей, Тебе хвала моя не пристанет, Для многих я был как бы дивом, Но Ты, твердая моя надежда, Да наполнятся уста мои хвалою, Чтобы мне воспевать славу Твою И всякий день великолепия Твою, Не отвергни меня во время старости, Когда будет оскудевать сила моя, Не оставь меня, Ибо враги мои говорят против меня, И подстерегающие душу мою Советуются между собою, Говоря, Бог оставил его, Преследуйте и схватите его, Ибо нет избавляющего, Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, Поспеши на помощь мне, Да постыдятся и исчезнут Враждующие против души моей, Да покроются стыдом и бесчестием, Ищущие мне зла, А я всегда буду уповать на Тебя И умножать всякий день хвалу Тебе, Уста мои будут возвещать правду Твою, Всякий день благодеяния Твои, Ибо я не знаю им числа, Войду в размышления о силах Господа Бога, Воспомяну правду Твою, Единственную Твою, Боже, Ты наставлял меня от юности моей, И до ныне я возвещаю чудеса Твои, И до старости, И до седины, Не оставь меня, Боже, Доколе не возвещу силы Твоей роду сему, И всем грядущим могущества Твоего, Правда Твоя, Боже, да превыспренних, Великие дела соделал Ты, Боже, Кто подобен Тебе, Ты посылал на меня многие и лютые беды, Но и опять оживлял меня, И из бездны земли опять выводил меня, Ты возвышал меня и утешал меня, И из бездны земли выводил меня, И я буду славить Тебя на Псалтире, Твою истину, Боже мой, Буду воспевать Тебя на гуслях, Святой Израилев. Радуются уста мои, Когда я пою Тебе, И душа моя, Которую Ты избавил, И язык мой Всякий день будет возвещать правду Твою, Ибо постыжены и посрамлены Ищущие мне зла. Псалом 71 О Соломоне Псалом Давида Боже, Даруй царю Твой суд И сыну царя Твою правду, Да судит правильно людей Твоих И нищих Твоих на суде, Да принесут горы мир людям И холмы правду, Да судит нищих народа, Да спасет сынов убогого И смирит притеснителя, И будут бояться Тебя, Доколе пребудут солнце и луна В роды родов. Он сойдет, как дождь, На скошенный луг, Как капли, орошающие землю. В одни его просветет праведник, И будет обилие мира, Доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря, И от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, И враги его будут лизать прах. Сари Фарсиса и островов Поднесут ему дань, Цари Аравии и Савы Принесут дары, И поклонятся ему все цари, Все народы будут служить ему, Ибо он избавит нищего, Вопиющего и угнетенного, У которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, И душу убогих спасет. От коварства и насилия Избавит души их, И драгоценно будет кровь их Пред очами его, И будет жить, И будут давать ему от золота Аравии, И будут молиться о нем непрестанно, Всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, Наверху гор. Плоды его будут волноваться, Как лес на Ливане. И в городах размножаться люди, Как трава на земле. Будет имя его благословенно вовек. Доколе пребывает солнце, Будет передаваться имя его, И благословляться в нем Все племена земные, Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, Един творящий чудеса, И благословенное имя Слава его вовек, И наполнится славой его Вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, Сына Исеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, К чистым сердцем, А я, Едва не пошатнулись ноги мои, Едва не поскользнулись стопы мои, Я позавидовал безумным, Видя благоденствия нечестивых, Ибо им нет страданий до смерти их, И крепкие силы их, На работе человеческой нет их, И с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, Как ожерелье обложило их, И дерзость, Как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, Бродят помосты в сердце, Над всем издеваются, Злобно разглашают клевету, Говорят свысока, Поднимают к небесам уста свои, И язык их расхаживает по земле, Потому туда же обращается народ его, И пьют воду полную чашей, И говорят, Как узнает Бог, Есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые Благоденствуют веки всем, Умножают богатство, И я сказал, Так не напрасно ли я ощущал сердце мое, И омывал в невинности руки мои, И подвергал себя ранам всякий день, И обречением всякое утро? Но если бы я сказал, Буду рассуждать так, То я виновен был бы перед родом сынов твоих, И думал я, Как бы разуметь это? Но это было трудно в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие, И не уразумел конца их, Так на скользких путях поставил ты их, И не извергаешь их в пропасти, Как нечаянно пришли не в разорение, Исчезли, погибли от ужасов, Как сновидения по пробуждению, Так ты, Господи, пробудив их, Уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое И терзалась внутренность моя, Тогда я был невежда и неразумел, Как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом твоим, И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле, Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, Твердыня сердца моего, И часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут, Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, Чтобы возвещать все дела твои Во вратах через Ионовой. Псалом 73, учение Асафа Для чего Божий отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажите твоей. Вспомни сон твой, который ты стяжал из древля, Искупил в жезл достояния твоего, Эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам, Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих, Поставили знаки свои вместо знамений наших, Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру На сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз Разрушили секирами и бердышами, Придали огню святилище твое, Совсем осквернили жилище имени твоего, Сказали в сердце своем, Разорим их совсем! И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим, Нет уже пророка, И нет с нами, кто знал бы, Доколе это будет? Доколе Божий будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя твое? Для чего отклоняешь руку твою, Деснису твою? Из среды недра твоего? Порази их! Боже, царь мой от века, Устрояющий спасение посреди земли! Ты расторг силой твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, Отдал его в пищу людям пустыни эфиопским, Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и твоя ночь, Ты уготовил светило и солнце, Ты установил все пределы земли, Лето и зиму ты учредил, Вспомни же, враг поносит Господа, И люди безумные хулят имя твое, Не предай зверям душу горлицы твоей, Собрание убогих твоих не забудь навсегда, Призренно завет твой, Ибо наполнились все мрачные места земли Жилищами насилия, Да не возвратиться угнетенный и пострамленным, Нищи и убоги, Да восхвалят имя твое, Восстань, Боже, защити дело твое, Вспомни вседневное поношение твое от безумного, Не забудь крика врагов твоих, Шум восстающих против тебя Непрестанно поднимается. Псалом 74 Начальнику хора Не погуби Псалом Асафа Песень Славим тебя, Боже, славим, Ибо близко имя твое Возвещает чудеса твои. Когда я изберу время, Я произведу суд по правде, Колеблется земля и все живущее на ней, Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, Не безумствуйте, И нечестивым, Не поднимайте рога, Не поднимайте высоко рога вашего, Не говорите на Бога жестоковына. Ибо ни от востока, ни от запада, И ни от пустыни возвышения. Но Бог есть судья. Одного унижает, А другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, Вино кипит в ней полное смешение, И он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать И пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, Буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, И вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песень. Ведом в Иудее Бог. О Израиле великое имя его. И было в Салиме жилище его И пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, Щит и меч и брань. Ты славен, Могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычей, Уснули сном своим. И не нашли всем уже силы рук своих. От прещения твоего Божия Иакова Вздремали и колесница, и конь. Ты страшен. И кто устоит перед лицом твоим Во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, Чтобы спасти всех угнетенных земли? И гнев человеческий Обратится во славу тебе. Остаток гнева ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг него, Да принесут дары страшному. Он укращает дух князей. Он страшен для царей земных. Псалом 76. Начальнику хора и дифумова. Псалом Асафа. Глаз мой к Богу, И я буду взывать. Глаз мой к Богу, И он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью И не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминая о Боге и трепещу. Помышляю и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, О летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, Беседую с сердцем моим. И дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь И не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его И пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, Изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. Буду вникать во все дела твои. Размышлять о великих твоих деяниях. Боже, свят путь твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, Сыновы Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды. Видели тебя, воды. И убоялись. И вострепетали бездны. Облака изливали воды. Тучи издавали гром. И стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море. И стезя твоя в водах великих. И следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди его. И не быть подобными отцам их рода упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его. Забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне, и скушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля, за то, что не веровали в Бога, и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше, и отверз двери неба. Я дождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, и навел южной силой своей, и, как пыль, одождил на них мясо, и, как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их. И они ели, и присытились, и желаемо имидал им. Но еще не прошла прихоть их. Еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них. Убил тучных их, и юношей Израилевых не зложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете, и летал их в смятении. Когда он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний Избавитель их. И льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету Его. Но он, милостивый, прощал грех, и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой, и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне, и прогневляли Его в стране необитаемой. И снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения. Когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цаан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы и трутых саранче. Виноград их побил градом, и сикаморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего и негодования, и ярость, и бедствие посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти. И скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынею. Вел их безопасно, и они не страшились. А врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им. И колено Израилю поселил в шатрах их. Но они еще и скушали, и огорчали Бога Всевышнего. И уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их. Обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими истуканами своими. Возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом. И сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в селоме. Скинию, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдови его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином. И поразил врагов его в тыл. Вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. А избрал колено Иудина, гору Сион, который возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое. И как землю утвердил его навек. И избрал Давида раба своего, и взял его от дворов овчих. И от даящих привел его пости народ свой Якова. И наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие твое, осквернили святой храм твой. Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов твоих отдали на сиденья птицам небесным. Тела святых твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима. И некому было похоронить их. Мы сделали с посмешищем у соседей наших, по руганиям и по срамлениям у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царство, которое имени твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже Спаситель наш, ради славы имени твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками перед глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Да придет при лицо твое стинание узника. Могущество мышцы твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили. А мы народ твой и твоей пожитие овцы. Вечно будем славить тебя и в род и род возвещать хвалу тебе. Псалом 79. Начальник ухора на музыкальном орудии Шашаним Эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Преди Фремом и Монассию, Вениамином, воздвигни силу твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо твое и спасемся. Господи, Божий сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего. Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим. И враги наши издеваются над нами. Боже, сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее. Очистил для нее место и утвердил корни ее. И она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее. И ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее так, что обрывает ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее. И полевой зверь объедает ее. Божий сил, обратись же. Призрис неба и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя. И отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен. От прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей. Над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Божий сил, восстанови нас. Да воссияет лицо твое. И спасемся. Псалом 80. Начальник ухора. На гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу твердыни нашей. Восклицайте Богу Якова. Возьмите псалом. Дайте тимпан. Сладкозвучные густи с псалтирью. Трубите в новомесящее трубою. В определенное время. В день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля. Устав от Бога Яковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа. Когда вышел он из земли египетской. Где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести. И руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня. И я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой. И я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня. Да не будет у тебя иного Бога. И не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, известший тебя из земли египетской. Открой уста твои. И я наполню их. Но народ мой не слушал глаза моего. И Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня. И Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их. И обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа. Раболепствовали бы им. А их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы. И насыщал бы их медом из скалы. Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать ли соприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте. Угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего. И сторгайте его из рук нечестивых. Не знают. Не разумеют. Во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал. Вы боги. И сыны Всевышнего. Все вы. Но вы умрете как человеки. И падете как всякий из князей. Восстань, Боже. Суди землю. Ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песень. Псалом Асафа. Боже. Не примолчи. Не безмолвствуй. И не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят. И ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел. И совещается против хранимых тобою. Сказали. Пойдем и истребим их из народов. Чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно. Заключили против тебя союз. Селение Едомовы и Измаильтяне. Маав и Агаряне. Гивал и Амон. И Амалик. Филистимляне жители Метира. И Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделаем то же, что Мадиаму, что Сесари, что Иовину у потока Кессона. Которые истреблены во Эндоре. Сделали с навозом до земли. Поступи с ними и с князьями их, как Саривом и Зивом. И со всеми вождями их, как Зивеем и Салманом. Которые говорили. Возьмем себе во владение вселения Божие. Боже мой. Да будут они, как пыль в вихре. Как солома перед ветром. Как огонь сжигает лес. И как пламя опаляет горы. Так погони их бурею Твоею. И вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестьем. Чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки. Да посрамятся и погибнут. И да познают, что Ты, Которого одного имя, Господь Всевышний, Над всею землею. Псалом 83. Начальник Уфора. На гевском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенно жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, Жилая во дворы, Господни. Сердце мое и плоть моя Восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье. И ласочка гнездо себе. Где положить птенцов своих? У алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой. Блаженно живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе. И у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу. Является пред Богом на Сионе. Господи, Божий сил, услышь молитву мою. Внимли, Божий Яковлев. Божий защитник наш, Приникни и призри на лицо помазанника Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желай лучше быть у порога в доме Божием, Нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.